МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Космические амбиции. Зачем конструкторы со всей России собрались в Самаре? Без голливудских штампов, о чем сегодня снимают кино российские документалисты. Самарские студенты научились делать пармезан. Когда он появится на прилавках? От самарских конструкторов во многом зависит будущее России космической. Страна готовится к открытию собственного космодрома Восточный, который строится на Дальнем Востоке в Амурской области. Об этом говорили на Всероссийской научно-технической конференции, известной под названием «Козловские чтения». На протяжении нескольких дней она будет проходить в Самаре на базе РКЦ «Прогресс». Об ответственном экзамене, который предстоит самарским конструкторам, сюжет Павла Баймакова. Ученые, конструкторы, аспиранты и студенты вузов. Всего более 150 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других крупных городов страны. На протяжении нескольких дней в рамках конференции им предстоит рассказать о личных достижениях в области научных исследований, проектирования, производства и эксплуатации ракет-носителей. Есть чем похвастаться и самарским изобретателям. На конец 2015 года на пока еще строящемся космодроме Восточной в Амурской области запланирован первый старт ракеты-носителя. Первая ракета, которая летает оттуда космодрома Восточной – это наша. Аппарат, который летает на этой ракете АС-2Д – это наш аппарат вместе с Ломоносовым. И наша тоже задача не оплошать, сделать все, чтобы все было качественнее и срок. Ракета-носитель «Союз-2-1А» снабжена системой видеонаблюдения. Во время полета картинку с ее борта ученые смогут получать в режиме реального времени. Ракета-носитель «Союз-2-1А» выведет на орбиту космический аппарат Ломоносов и созданный в Самарском аэрокосе малый космический аппарат АС-2Д и наноспутник. АС-2Д – это проект молодежный. И молодежь сейчас полностью в работе находится. И много проектов, в которых они ведут ведущую роль. Ракета-носитель «Союз-2-1А» уже отправлена из Самары в Амурскую область по железной дороге. На место она прибудет примерно через месяц. Уже на космодроме пройдут ее контрольные испытания, а на конец декабря запланирован запуск. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Самара стал центром притяжения не только для конструкторов, но и для режиссеров-документалистов со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья. На родине Всероссийского фестиваля «Соль земли» это уже восьмая встреча тех, кто с помощью камеры и кинопленки пытается ответить на главные вопросы современности. Свой фильм, но уже художественный, вне конкурса, показал народный артист РСФСР, режиссер Сергей Никоненко. Всего же жюри оценит почти 200 киноработ. О чем сегодня снимают кино, узнал Сергей Кизоркин. Непринужденная обстановка в фойе старейшего Самарского кинотеатра маскировала волнение конкурсантов восьмого кинофестиваля документального кино «Соль земли». Историк Алексей Наумов первый свой фильм снял случайно. Собирал материал для книги, а потом родился сценарий. И сразу головокружительный успех. Картина получила призы на нескольких кинофорумах. Кустурица награждал в Сербии, потом был фестиваль в США и Армении. Фильм «Медем» – история немецкого православного священника, пострадавшего от советской власти. 15 лет назад церковь причислила его к лику святых. Судьба его очень интересная, потому что он был изначально лютеранином и только в годы Первой мировой войны, когда увидел, что смерть и враг с ним одной национальности, немецкой крови, он принимает решение воссоединиться с русским народом и принять православие. И через несколько месяцев случается революция. От национальной идеи до семейных проблем. Самарский кинофестиваль не боится ставить, а документалисты – давать ответы на актуальные вопросы современного мира. Современное кино, оно очень тактично и в то же время смело подходит ко всем вопросам, но при этом остается верным своему главному назначению. Все-таки своего зрителя нужно возвышать до каких-то высот, а не стараться его опустить в яму. Конкурсное жюри оценит почти 200 работ в пяти номинациях. Награды найдут талантливых режиссеров и операторов. Документальное кино представили и самарские авторы. Не случайно, что на самарской земле развивается и завоевывает любовь зрителя такое важное мероприятие, цель которого – рассказать о русской самобытной культуре, способствовать сохранению духовного наследия страны и открывать миру новые имена талантливых кинодокументалистов. Я хочу отметить, что в рамках этого фестиваля будет показано пять фильмов, сделанных самарскими режиссерами. И это свидетельство о большом потенциале наших кинематографистов и о высоком уровне мастерства самарских авторов. Гость фестиваля в этом году – актер и режиссер Сергей Никоненко. Народный артист привез показать вне конкурса свой новый художественный фильм «Охота жить» по мотивам рассказов Шукшина. Со сцены мэтр театра и кино просто так не ушел, прочитал рассказ «Верую». А Самарский литературный центр Василий Шукшина вручил Никоненко медаль. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Фестивалю «Соль земли» нужна постоянная площадка. Место, где документальные картины будут показывать не неделю, а круглый год. Предложение организаторов фестиваля создать киноклуб нашло поддержку администрации города. Сейчас в Самаре возрождаются дома культуры. Так, напомню, в конце августа после капитального ремонта открылся старейший в городе дом культуры «Заря». Поэтому проблем с подходящей площадкой не возникнет. А увидеть не на большом, а на домашнем экране кино для души смогут все самарцы. Обсуждался вопрос о показе фестивальных фильмов на телеканале «Самара ГИС». Чтобы фильмы не лежали на полках, чтобы их видело как можно больше, количество зрителей их увидело, наверное, нужна какая-то постоянная площадка и работа со студентами, со школьниками, со зрителями. Приглашать режиссеров, авторов, создателей картин из разных уголков России. Личный диалог, личная дискуссия, личные встречи, они обогащают душу человеческую. Я вижу в аудиториях здесь, то есть в просмотровом зале, студентов. Студенты тянутся к общению, им хочется, они же молодые. Вот, и поводом для них может быть и картина. У сотрудников всех городских департаментов должно появиться право выписывать протоколы за незаконную торговлю спиртным, нарушение закона о тишине и прочие административные правонарушения. Это предложение городской администрации рассмотра депутата Губернской думы. Сегодня в Самаре действует более 4 тысяч правовых актов, которые призваны обеспечить комфортную и безопасную жизнь в городе. Но вот чтобы заставить их работать, считает первый замглавы администрации Самары Виктор Кудряшов, усилий только полиции и членов административных комиссий явно недостаточно. Элементарно, не хватает людей. И поэтому первый заместитель главы администрации предлагает существенно расширить круг лиц, имеющих право выписывать протоколы. Нам тут, грубо говоря, нужна просто пехота. То есть люди, которые работают на земле, выявляют правонарушения и составляют протокол. Сегодня члены административных комиссий на внештатной основе, так называемых, то есть те, которые не финансируются из бюджета Самарской области, они не имеют этих полномочий. То есть их эффективность в результате, в части вот этой статьи, очень невысока. Два дня на вывоз спиленных веток из города. Жесткие сроки поставил управляющим компаниям первый заместитель главы администрации Самары Владимир Василенко. После массовой обрезки деревьев и кустарников во дворах остались горы сухих веток. Пожарную опасность представляют те, что лежат рядом с деревянными сооружениями. Из этого неудачного опыта коммунальным конторам Владимир Василенко наказал сделать оргвыводы. Вы объем, который пилили у вас бригады, знали? Вот я просто к районам и управляюсь компанией. Узнали. Какой объем веток будет, знали. К 16 часам, к 18, к 17 заказать машину и вывезти. И все. Хотели подзаработать на чужом здоровье, вместо этого пойдут под суд. Почти 4 килограмма синтетического наркотика изъяли полицейские в Куйбышевском районе Самары. Также были задержаны и двое мужчин, торговавшие опасным зельем. Они, по версии следствия, и организовали преступный бизнес. Один из подозреваемых уже был судим за торговлю наркотиками. Второй провел за решеткой несколько лет за разбой. Теперь им снова грозит тюремный срок. По подозрению в совершении данного преступления задержаны два лица, жители Куйбышевского района. Оба ранее судимы, являются родственниками, близкими, являются родными братьями. Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На 15 лет могут отправиться за решетку три участницы организованной преступной группы. Они тоже торговали наркотиками в Самаре. Арестовали их весной этого года, а сейчас уголовное дело готовят к передаче в суд. Павел Баймаков знает подробности. Латвина, как себя называет эта женщина, увидев полицейских на пороге своего дома, не удивилась. Без лишних отговорок призналась. Несколько минут назад оставила в тайнике на одной из улиц поселка Зубчининовка сверток с наркотиками. По данным наркополицейских, проблемы с законом у задержанной уже были. За торговлю опасным зельем она несколько лет провела за решеткой. Выйдя на свободу в прошлом году, продолжила зарабатывать на жизнь, забывая героин. Схожая биография и у двух ее сообщниц. Несмотря на то, что все трое были лично знакомы, они использовали максимально возможные средства конспирации. Именовали себя вымышленными именами, никогда не контактировали лично, а передавали наркотические средства только посредством тайных закладок. И денежные средства также переводились на пластиковые карты, то есть безналичный расчет существовал. Теперь каждый из них грозит до 15 лет лишения свободы. В скором времени уголовное дело будет передано в суд. Наркополицейские также устанавливают личность поставщика наркотика. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. Аварий и жертв ДТП в регионе стало меньше по сравнению с прошлым годом. Показатели снизились более чем на 10%. Тому причина, уверены в ГИБДД, фотокамеры, установленные на потенциально опасных участках дорог. За нарушителями в Самаре пристально следят более 30 стационарных и 13 передвижных камер фотофиксации. Вскоре еще 4 появятся в Ленинском, Железнодорожном и Октябрьском районах. По данным с фотокамеры, в этом году в регионе уже выписали более миллиона постановлений. Собрали штрафов на 370 миллионов рублей. Однако этот результат руководство ГИБДД не устраивает, поскольку многие нарушители не спешат платить по счетам. Сейчас мы со службой судебных приставов совместно работаем, скажем так, с категорией злостных неплательщиков, это у которых штрафы, общий сумм штраф составляет неоплаченных более 10 тысяч. Здесь мы пошли по пути подачи исковых заявлений в суды на ограничение выезда за границу. Суды нас в этом вопросе поддерживают в полном объеме. Долгожданное событие для всех автолюбителей Самары. Открыт сквозной проезд по улице Новосадовой от улицы Осипенко до Первомайской. Его закрыли 6 лет назад для строительства станции метро Алабинская. Позже ее создание приостановили, а в начале этого года станция приняла первых пассажиров. В Самарском аэропорту Курумыч назначен новый руководитель Константин Былинин. Ранее он занимал должность руководителя аэропорта Иркутска. Еще ранее возглавлял транспортные организации в Самаре. Сергей Краснов, который до этого занимал должность исполнительного директора Курумыча, теперь будет курировать строительство нового аэропортового комплекса «Южный» в Ростове-на-Дону. Самарские «Пармезан», «Дорблю» и «Рокфор». Студенты технического университета раскрыли секреты приготовления элитных сыров. В Политехе на кафедре пищевых производств теперь работает настоящая сыроварня. Марьяна Мирная не только продегустировала сыры, но и узнала, появятся ли они на самарских прилавках. Российский голландский «Рокфор» с голубой плесенью. Как и с чем есть сыр, знают, пожалуй, многие. А вот варить его умеют единицы. Преподаватели и студенты технического университета теперь в числе посвященных. Наша задача – получить сухое зерно, которое будет при слипании, то есть образовывать комочек, но при легком потрясывании он будет рассыпаться. То есть именно такое сырное зерно считается на лучшем для получения хорошего твердого сыра. Чтобы сыр получился правильный, нужно использовать правильное сырье. Секрет простой – хорошее коровье молоко. В молоке должна быть высокая жирность и очень важно, чтобы было высокое содержание белка – выше 2,8%. Содержание жира, конечно, влияет, как корова питается, как за ней ухаживают, в каких условиях, чем ее кормят. Сыр политехнический – уникальный в своем роде продукт. От французских и швейцарских отличается, конечно, в первую очередь ценой, но не качеством. В этом сыре нет никаких красителей, консервантов и всяких ненужных добавок. Поэтому смело употребляйте самарский продукт. Кроме того, что студенты политеха производят качественный продукт, способный конкурировать с классическими сырами, так еще и вопрос импортозамещения можно решить. Само производство не уникально, а вот цена этой установки значительно меньше импортной. На продажу сыр пока не варят, но мечтают об этом. Вряд ли мы в стенах университета создадим какое-то большое производство и будем получать тот же сыр в очень больших количествах. Конечно, нам бы было интересно, если бы нашлись какие-то деловые партнеры, которые были бы готовы с нами работать, приобрести нашу технологию, взять наших студентов. Из 50 литров молока получается в 10 раз меньше сыра, всего 5 килограммов. Так что варить сыр – дело кропотливое и трудоемкое. Зато результат получается впечатляющий. Через 6-8 месяцев после прессовки. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Более 24 тысяч детей отдохнули в загородных оздоровительных центрах и дневных лагерях при школах. В Самаре подвели итоги летней оздоровительной кампании. На нее потратили более 116 миллионов рублей из областного и городского бюджетов. Особенность этого года – рекордное число профильных смен. От творческой дачи для юных художников до смены интеллект для эрудитов. На торжественном собрании в Доме культуры железнодорожников имени Пушкина лучших педагогов сегодня поблагодарили первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов и руководитель департамента образования Лилия Галузина. Это, конечно, в первую очередь идет от того, что руководители города реально понимают, насколько важно, чтобы все дети летом получили бы свою порцию счастья. И чтобы каждый ребенок в городском округе мог бы сказать, что лето – это хорошо. Признание в любви на языке искусства. Во Дворце ветеранов открылась выставка «Люблю тебя, моя Самара». Ее основа – работы 50 художников с инвалидностью. В искусство без ограничений окунулась Валерия Макарова. Даже если вам немного за 60, это не повод махнуть на себя рукой, уверена Людмила Коткина. Компьютер ей уже покорился, теперь она взялась за кисти и акварель. Неуемный характер, шутит пенсионерка, просто не может сидеть на месте. А любовь к живописи у нее от отца. У нас в доме было много картин, оставил он мне у нас леса мольберт, краски масляные, но это я еще буду осваивать масляные краски. То, что все-таки от него память, это просто, как говорится, необходимо по его стопам пройти. Признание в любви к Самаре в разных техниках. Их объединила выставка «Люблю тебя, моя Самара». Вышивка ленты, милоскутное шитье, бумажная аппликация, оригами, традиционные акварели, масло. Глядя на эти работы, не поймешь, что все авторы – люди с инвалидностью. Впрочем, физический недуг не мешает им выражать себя в творчестве. Художники прислали на конкурс более сотни работ. Самое главное, что когда вот такие городские мероприятия проводят, здесь уже действительно на конкурсной основе они переживают, они долго готовятся, стараются, они предоставляют самые лучшие свои работы. Искусство не знает ограничений. Выставки для авторов с инвалидностью в Самаре проходят почти ежемесячно. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События. А теперь время экономики и финансов. Не переключайтесь. Строительством фрунзенского моста займется компания «Стройтрансгаз». СТГ оказался единственным участником аукциона на строительство первой очереди фрунзенского перехода. В федеральных СМИ компанию прочно увязывают с Геннадием Тимченко и его холдингом «Волгогрупп». Стоимость своих услуг за возведение фрунзенского моста компания обозначила на установленном заказчикам максимуме более 12 миллиардов 810 миллионов рублей. Госдума 15 сентября может рассмотреть вопрос введения моратория на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги до конца 2016 года. Отмечается, что несмотря на введенные правительством России ограничения, рост тарифов на коммунальные услуги в 2015 году в среднем по стране составил 8,3%. Профильный комитет в своем заключении отметил, что поднятый вопрос является актуальным и острым для большой части населения России. Вместе с тем глава комитета Галина Хованская отметила, что плата за коммунальные услуги устанавливается не на федеральном уровне, а на уровне субъектов России, в связи с чем правительство не обладает полномочиями по расчету такой платы. Комитет рекомендовал Нижней Палате не поддерживать обращение. Страны Шенгенской зоны в рамках внедрения в Россию визовой информационной системы изменили порядок обращения за визами в консульские службы и сервисно-визовые центры. Согласно новым правилам, при первом обращении заявитель должен будет прийти лично в консульство или уполномоченный визовый центр для подачи заявления на шенгенскую визу и сбора биометрических данных. Информация о заявителе будет храниться пять лет. Стоимость оформления визы не изменится. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно около нуля. Индекс ММВБ поднялся до отметки 1730 пунктов. В лидерах роста Мечел, Распадская, Сургутнефтегаз, группа ПИК и ЭОН Россия. Хуже рынка смотрятся бумаги Интеррао, Акрона, РДР Русала и Префа Транснефти, а также акции Яндекса. К открытию торгов в России сложился неоднозначный внешний фон. На рынке черного золота сохраняется давление избыточных поставок со стороны стран ОПЕК. Курс доллара на 16 сентября 67 рублей 15 копеек. Курс евро 75 рублей 90 копеек. Золото стоит 2386 рублей за грамм. Серебро стоит 30 рублей 98 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent 47 долларов 56 центов за баррель. А теперь время новостей спорта с Сергеем Кизоркиным. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина поднялась в мировом рейтинге на 24 позиции. Волейболисты НОВА продолжают сражаться за Кубок Победы. Гол Габулова в матче с Мордовией позволил взлететь крыльям Советом на 5 место в чемпионате страны. Восьмую игру сезона в чемпионате страны футбольной премьер-лиги крылья Советов провели блестяще. Царанская Мордовия сдалась при счете 1-0 уже в первом тайме. Недавнее приобретение крыльев Ион Мола в очередной раз выдало результативную передачу, а Георгий Габулов точно сыграл головой. Для Мола это уже голевой пас, стал четвертым за последние два матча. А Габулов забил свой четвертый мяч в нынешнем чемпионате и вышел вперед в гонке бомбардиров крыльев Советов. В результате третьей победы к ряду самарская команда взлетела с 9-го места на 5-е в национальном первенстве. Лидер – московский ЦСКА. Волейболисты НОВА на родном паркете выиграли Кузбасс 3-1 по партиям и тем самым приблизились почти вплотную к Кубку Победы. Стоит отметить, что начало было за соперником. Он выиграл первый сет со счетом 25-20. Следующий тур предварительного этапа Кубка Победы НОВА сыграет в Санкт-Петербурге. Дарья Касаткина поднялась в мировом рейтинге на 24 ступени. На днях был обновлен новый рейтинг теннисистов-профессионалов. Воспитанница Тольяттинской школы Олимпийского резерва со 133-й строчки сразу поднялась на 109-ю. Такой стремительный взлет стал возможным благодаря удачному выступлению спортсменки на открытом чемпионате США. Турнир завершился на прошлой неделе. На нем Дарья Касаткина дошла до третьего круга. Во вторник теннисистка стартует на соревнованиях во Франции. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Телеканал Самары ГИС теперь доступен жителям Третьей Просеки, а также микрорайонов Крутые Ключи и Шведская Слобода. Настройте Самары ГИС в кабельной сети EGS Telecom на частоте 255 и 25 МГц. Или установите автоматическую настройку каналов в базовом и расширенном пакетах. Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok